всем доброго времени суток вы смотрите марафон по выживанию space engineers и наконец таки да как вы видите я закончил работу над своим буром ну то есть доделал его приделал значит программируемый блок мне теперь есть панельки где есть значит наличие руды где также пишется время которое может работать на левой панели значит мой корабль и также повреждения которые мы получаем как видите повреждений пока нет к счастью вот и значит ну что ж это еще не все то есть я может сказать почти свой корабль допилил снаружи вообще-то кажется по ощущению что вообще это широковат но поверьте это имеет свой смысл это я сделал не просто так сзади закрыл попытался защитить значит реактор да там большой реактор стоит который вытягивает значит все возможности данного корабля то есть делает его и маневренным и долгоиграющим и вообще то есть прелестным а все эти буры они поставлены именно в такой последовательности для того чтобы но для одной заветной цели как вы видите руда здесь расположена пластом то есть руды они обычно располагаются пластом если вы играли вы это знаете то есть они не не бывают так чтобы там они в высоту располагались там не знаю они располагаются обычно в ширину и и поэтому я решил расположить в ширину свои буры и также будет проще бурить вот и почитав комментарии моего значит уважаемого зрителя да и решил что было бы классно кстати сейчас покрашу эти прожектора в синий было бы классно если бы я удалил этот пулемет гатлинга но я уже его не могу удалить да он прав то есть естественно данный пулемет если не будет стрелять вниз так как он не сможет наклониться смотреть вниз но это не проблема потому что я могу наклонить корабль вперед и прибить собачку да но также есть здесь такой минус почему его не могу удалить потому что к нему крепятся движки к нему крепятся значит программируемый блок таймер то есть все придется заново с нуля устраивать а сейчас нет делать лениво этим я займусь чуть позже то есть если прям припрет ну и пускай будет стуле ли с к турелькой гатлинга ну ну что поделать ничего в этом страшного нет и так давайте посмотрим ее функциональность а прежде чем посмотреть ее функциональность вот что я вам расскажу я значит совершил грубейшую ошибку когда строил свою базу и забыл об этом предупредить вас дело в том что когда вы строите базу ребята обязательно строите и и вот таким вот образом то есть у вас обязательно должно быть пространство под вашим полом именно вот под вашим полом в ином случае в ином случае будет очень очень плохо ибо багнутые метеориты которые вылетают из-под земли они разбиваются буквально вот на поверхности земли то есть что они сверху падают разбиваются на поверхности что снизу поэтому если они будут касаться нижней части вашего значит вашей базы то у вас пол будет в дырах а не дай бог если у вас какие-то модули стоят то есть например вот у меня я делал большую ошибку раньше у меня нижняя часть моего контейнера была зумурована в землю но не делайте так потому что метеориты могут вам запросто раздолбать разрушить все вам же не охота все отстраивать заново и поэтому конечно же не допускать подобные ошибки не делать их я я с помощью вот данного бура нового своего значит от откорректировал значит расстояние теперь даже метеориты что снижу что сверху будут лететь не страшно для меня страшны метеориты которые летят снизу точнее но раньше бы сейчас-то я от них обезопасился теперь ничего страшного в них нету ну что ж мне теперь надо добыть как можно больше золота потому что я планирую построить на нитовую на нитовый модуль или как его там на них на не на нитовую фабрику это такая классная вещь ребята грубо говоря ставишь ее сам ставишь и она сама буквально отстраивает вашу базу там это не читер что это не читер что потому что она расходует ваши ресурсы которые вы добыли и она это делает не сразу она это делает постепенно при этом жрет много ресурсов и энергии и в силу этого читер что мы это никак назвать нельзя дурацкое оповещение не обращаем внимания продолжаем вот так что и не будем иметь это все в виду ну а пока садимся в свой нафилет отчпокиваемся включаем движки и вперед в путь дорогу почему я не любитель ставить батареи потому что на самом деле урана в этой игре так много то есть на самом деле так много его можно добыть что мне как-то становится странным ощущение что я по какой-то причине должен ставить корабль на зарядку не легче один раз туда кинуть уран и пойти кстати сейчас будет довольно забавное зрелище так сейчас мы пожнем плоды наших трудов знаете сколько ресурсов сейчас я отсюда заберу тоже кладезь просто кладезь просто кладезь всего-то не поскупиться на них вот данная я боюсь что я много с собой не унесу потому что мне их класть некуда придется их класть сюда так 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 забирай да он кажется это не заберет ну да ладно попробуем через коннектор так и что ж такое так до тела собачьи к сожалению исчезают очень быстро с них из-за этой проблемы особо не подберешь то есть что успел то успел и так летим добывать золото я думаю что пришло время время пришло так где наша навигация где у нас тут был голд кстати голд я не выключал никель это где было ну что это было здесь да это было там такс и успешно разгоняемся разгоняемся при том очень быстро не это понравилось вот я надеюсь что мы также быстро останавливаемся но на всякий случай мы так стать неплохо не так уж плохо не так плохо как я думал вот и сейчас нам покажет свои чудеса широкий бур будем сейчас бурить бурит того и собирать то так какой глубине находится голд золото нам это предстоит еще выяснить 68 будет 40 метров ну и пошли и да спасибо вашим советам без ваших советов я бы сейчас раскачивался бы исходил с ума да кстати единственный минус этого гатлинга состоит в том вообще-то это не единственный минус его ты один из его минусов стоит в том что крыша вашего корабля может задевать потолок ну скажем так мнимый потолок так вот будем вертикальные буры это тоже классно вы не там не сможете добывать пласты вот и когда вы до них доберетесь вы не сможете пойти в бок вам придется идти вниз и заново выкапывать новую ямку хотя можно сделать какой-то универсальный бур если прикрепить к нему типа боковых так показал да мне показалось не показалось как хорошо что нет этой тряски не представляете это просто просто навевает на очень хорошее настроение дарит весеннюю свежесть прочую чепуху так ну себе пока ничего не повредили что меня конечно несказанно радует если мы сможем конечно мы добудем себе еще немного железа потому что железа никогда не бывает много я его конечно добыл в прошлом выпуске у меня его не было я усовершенствовал бур добыл его да так бурим 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 оказалось совсем мало на что я конечно же очень надеюсь что если мы будем так крутится можно конечно крутится сколько вам угодно главное чтобы не заваливаться на бок кстати надо посмотреть а вылезем спокойно вылезем немножко пустарненько копаю опа все мы 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 добурились главное сейчас сохранить спокойствие потому что главное сделать себе место для рабочей плоскости отлично теперь можно как говорится приступать почему-то мне мой экран не показывает количество золотой воды так посмотрим почему а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немало еще надо пойти Немало камешков выполнить Данная машина может Причагиваюсь Весом Не знаю Это 200 что бы было Это 200 Точнее тонн чело Прошу прощения Так Сколько у меня Камешков Камешков мало Сейчас я избавлюсь от камешков Потому что Нам нужно золото Нужны камни Нам нужно чистый золото Добудем 100к Все Все таки я хотел бы разобраться С этой панелью Почему она не показывает Вот так Вот так Нет Стал показывать все Но не совсем то что мне нужно Так Ладно Поступим Поступим иначе Здесь звездочка Вот Нет Нет По-моему эта команда не работает Хм Если у вас будут какие-либо предложения Я буду только рад Хм О Вот 105к Мне кажется достаточно Достаточно Я понадобывал Теперь главное Аккуратно Выбраться отсюда Не задевая Ничего совести Никакой скалы Так Вот Так Так Упс 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 Так Мы Поднимаемся Мерно Мы ведь хорошие Мы ведь пушистые Так Теперь еще можно добыть железо Да Это Троглазит Я знаю Так Куда-то стрелял Ого Так Собачек Я с тебя возьму Что у нас тут Сильвер Нет Сильвер я не хочу Пока Пока Не хочу Так Где у нас тут было тело собаки Выбираем с нее Аккумуляторы Мне кажется мне их Даже не придется делать В конце концов Я их соберу так много Так Осталось Осталось Железо Вот она там Ждет меня Я очень надеюсь Что и здесь Есть Железо О Это Кобальт 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 у меня Пока Достаточно Так В таком случае Давайте Обратимся К Навигатору Ибо Никель Значит А Вот Айрон там Ну что ж Полетели Ну что ж Полетели Что то еще Что то еще Да мы можем Железо прямо отсюда Добрить Что же мы будем Как маленькие то Ну что ж Я вгрызаюсь Готовь Детка Вы видите Прямой проход Так А нет Не прямой Ну что ж Не поделались Что то Да Ну что ж Начинаем Каминшоп Попудем Железо Тоже где то Подстойник Шу-шу-шу-шу-ть Шу-шу-ть 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 Поднимайся Поднимай свой носик Отлично 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 Класс Класс Прям Мечта Отлично Добыть идет Полного Хода Отлично Камень Камень У нас даже Не задерживается Практически Он выплевывается Сразу Отлично Это ж Бульбульбум Сейчас 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 Я накопаю Сто Кажем Так 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 Назад вот так вот отлично прям 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 вену что называется так 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 этого достаточно как вы видите даже вот так вот грызаться землю удобнее чем то как я сделал раньше вуаля все летим на нашу базу вот она база я прям счастлив tags даже с таким весом мы набираем быстро скорость надеюсь останавливаться мы тоже будем хорошо ну к счастью нам не пришлось долго лететь я уже сейчас прям отпустил клавишу скорость он долго останавливается но оно ясно потому что он весит то сколько на своей памяти столько железа еще не добывал кстати 245 запомнить эту цифру как показатель большой массы кстати уже большие движки они не совсем уверенно держит корабль потому что больше этой массы конечно копать не стоит так сегодняшние серии еще хочу построить сварщик точнее сначала это будет не совсем сварщик стать для вот сделаем так я слушаю все ваши советы поймать по esperальному ہ вот так вот жизнь все отлично классно так и все точнее цепляемся и и что мы видим но золото осталось почему нет странно ну что не передается что ну да ладно окажется начинают понимать почему скрыть пустые а в чем дело а это сборщик блин перепутал его с очистительным заводом такс где у нас очистительный завод почему я его не вижу в сетке потому что я нажал на скрыть пустые что ли так где он где он мне нужен он он не хам и не пижон такс коннектор а вот и очистительный завод так извольте что он пустует что вручную что ли все да похоже придется вручную эх эх раз еще раз еще много много раз неужто придется очистить какими зовут настраивать еще использовать систему конвейеров вот а почему то он не чейный оказался вообще блин все на этой базе надо сделать чейном то есть моим забрать ну вот другое дело все перерабатывается все все замечательно все значит здесь классненько так отлично здесь сейчас стыкуюсь приподнимусь хм а да излишки остались здесь ничего сейчас мы заново пристыкуемся и остатки металла я уже так зелененькая да остатки металла я уже перекинул значит в контейнер где тут большой контейнер вот сюда чтобы он отсюда его брал потом уже мы отстыковываемся и взлетаем и смотрим сюда все мы чисты 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 как младенцы или как слеза там не знаю да что же мы теперь делаем то так нам нужен ааа не только сварщик нам нужен еще и разборщик так у меня неправильно нет так вот да низ для меня так эх ну вот вечная посадка надо было додумать это в этом корабле может может быть спереди тоже поставлю шасси отлично 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 все влезаем хотя давайте вырубим вообще а если мы врубаем да все работает чтобы он вообще не тратил энергию так как он нам сейчас не нужен итак сейчас же будет самое ну как не самое может быть но довольно интересное сейчас я начну делать сварщик точнее разборщик потому что вот это вот нам надо разобрать я все таки подумал решил что это нам нафиг не нужно нафиг не нужно ибо оно громоздкое да кстати я потом сделаю огроменный корабель корабль для сбора руды это еще есть у меня в планах то есть он будет корабль будет не малый а большой то есть большого формата для выкопки ресурсов то есть там уже я буду собирать не по сто тысяч а по триста по четыреста по полмиллиона к то есть будет очень будут очень большое количество ресурсов железа чтобы их сразу перерабатывать а такие буры они конечно хороши но допустим имеют свой лимит я не знаю конечно сколько получится там деталей но короче я сейчас начну строить разборщик я конечно хотел сделать иначе я хотел понаставить здесь кучу значит пил которые помогут ну подоставляешь кучу пил включаешь их толкаешь корабль в стиле this is спарта и корабль падает и начинает разбираться там колбаситься короче как соковыжималка я засток я знаю но лучше этого не делать сейчас не эксперт называется такое слово не эксперт так что ой блин э полегче да нам надо будет сейчас иначе все делать давайте расположим сюда все что может быть на малом малом как там так не а вот это ты нам понадобишься ты нам понадобишься ты зря так стальная труба чё у нас нет жаль так пускай будет столько этого столько этого столько этого вот большая стальная труба скрыть пустые конечно скрыть текс сколько возьмем ну тысяч штук для начала хорошо и это хорошо сказал вот тебя мы сделаем какого-нибудь агрессивного цвета это будет синим а это ты будешь агрессивным так 7 давайте выберем цвет выберем точнее какой-нибудь такой такой вот да агрессивный цвет так да вот вот отлично такой вот агрессивненький цвет затем я хотел бы расположить на нем вот это давайте посмотрим как он расположится и подумаем подумаем нужны именно вот эти вот стороны нам то нужны вот эти стороны ставит вот это так давайте лучше рассмотрим на этом а так понятно большие по бокам большие по бокам точно ли так хочет сделать а вот тут не так ладно если так ну вот хотя бы так нет мне нужно вот так вот так хотя бы да именно так теперь заказываем все эти металлики здесь что у нас металлическая решетка а надо заказать производство вот пожалуй пускай что будет а мы потом возьмем что не хватает о кстати так все хватает даже особо не надо париться отлично лично я считаю отлично так мне любопытно какой выход там снизу а снизу к сожалению малый выход да ладно я что-нибудь придумаю так что у нас тут должно быть у нас конечно же должно быть вот это эта вот штука мы расположим ее вот так что ли стальная пластина расположим ее вот так отлично так теперь нам нужны конвейеры притом нам нужны большие конвейеры не просто абы какие а ты но ты это нам не поможешь вот так вот и что что это поставлю здесь ты будешь на том же уровне будешь будешь даже не будешь на том уровне что и тот вот ты ты мол того хм задачку надо давай сначала построим конвейер уж затем посмотрим 5 5 так 5 что что-то мне подсказывают что мои планы какие-то странные по своей структуре что ли не очень мне это нравится смотрите какой дальности будет находиться вот хотя что я переживаю блин так где мой любимый переходник здесь должен был быть мой любимый переходник который уже использовал один раз вот да а остальная пластина остальная пластина 8 отлично вот теперь уже как бы должно случиться то что я так ждал то есть у меня должно получить все ровненько ли да ботику ровненько отлично вроде бы то что я задумал 6 если что-то не получится все равно можно переделать когда вы не видите так 8 берем отсюда ставим сюда так 6 и сейчас мы быстро это сделаем опять прям веселуха какая-то так и отсюда по сути своего я добился будет какой-то гигант должен я создал монстра спасите помогите так что же будет здесь а здесь вот что будет 6 есть вот думаю так так мне нужно чтобы эти мелкие дырчики смотрят сюда так так во 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 что мне нужно так а зачем а затем чтобы вот так вот было интересно интересно получится то что я задумал так надо отсюда это взять и попробовать то ради чего я так шелестел вот так вот 6 что мгновение так 6 6 а папа 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 мне говорили хорошую вещь что большое количество конвейеров ни к чему хорошему не везет тем более вот сделано как то вот так вот все кустарно явно ничего хорошего мы в таком случае заменим эти конвейеры на трубы кстати тоже неплохая идея вот так вот и конечно не хватает стальных пластинок ну что ж ничего заберем и хватит если мы заберем то нам хватит так сюда тоже 8 и так и вот так вот так стальной пластин дайте мне такс есть у нас стальной пластин 5 а нет нет или есть нет ну не ну не ну не а ну короче когда будут тогда и а это что 6 6 так не надо чтобы дырочки опять смотрели да вот как то вот так вот туда вот так вот вот так вот только прежде чем это ставить сюда я поставлю парочку опять стальная пластин трюк видите какой он жадный блин сколько стальных пластин то так маленькая стальная трубка надо наладить производство маленьких стальных трубок так надеюсь что то из этого монстра да получится есть не получится я придумаю другого монстра еще более страшного так 8 да ну так кислородные баллоны мне сейчас вообще не нужны не нужны так не хватает маленьких стальных трубок в общем дорогие друзья я попытаюсь построить значит вот эту вот махину к следующему выпуску и рассказать вам что из нее получилось из этого зверя нет конечно что то может получиться кстати если такой большой контейнер не нужен будет вы мне об этом сообщите конечно сразу может действительно вдруг давайте проверим кстати емкость среднего контейнера надо было глянуть до того как я так 4000 нет это не то надо глянуть здесь а блин здесь да где нибудь ну садись тоже так значит средний грузовой контейнер 33 литра значит 33 750 здесь сколько здесь сколько большой контейнер 156 не знаю блин если им строить какого нибудь левифана может быть и норм строительный компонент надо заказать всего помножку блин я даже забыл забыл одно очень важная вещь хотя нет если я отнесусь к делу нормально я думаю что все получится ну да ладно я так понимаю этот выпуск получился очень долгим поэтому нам придется расставаться чтобы встретиться еще раз подписывайтесь ставьте лайки вот надеюсь что данный выпуск вам понравился в следующий раз конечно база наверное будет получше выглядеть точнее в следующий раз скорее всего этого уже корабля не будет будет построен значит мой новый сварщик если так можно назвать большой гигантской вот ну и так далее и тому подобное если с ним не получится я уже не буду скучный процесс его строительства долгого вам мозолить им глаза поэтому до скорых встреч дорогие друзья пока пока пока